Я понял, Сергей. Непосредственно, я понял, какая. Может кто-то отнесет это стихотворение? Я же нет, автор нет. Оно было написано до вопроса, который был задан. Это же не спор. В интернет выставили и по своей фотографии бородавки такие. Да, пожалуйста. Все равно. Вот, значит, если кто-то удосужится почитать эти тексты, здесь есть такие наглые тексты, есть всякие наглые такие игры. Например, Котенков играет в игру, которая называется «Стихи в одну строчку». Понятно, что стихов в одну строчку нет. Это опять-таки, а я говорю, а я не пишу стихи, это текст. Конечно же, это такая своеобразная игра. Так вот, из стихов в одну строчку, вот, например, есть такое. Стихотворение называется «Революция». Смотрю, идёт. Любимое святворение называется. Любимое. Всегда рядом. Стихотворение «Любимое-2». Смотрю, идёт. «Революция-2». Всегда рядом. И самое гениальное святворение, а кто скажет, что это не стихи? Вот, если написать, «Янукович-президент». Это комедия. Нет. Это реально. А «Януков» это называется «Оксюморон». «Оксюморон». И я напомню, что такое «Оксюморон». «Оксюморон» – это соединение несоединимого. Есть такое, как, например, «Сухое вино», «Живой труп», «Смелый трус». И вот, смотри, называется «Оксюморон». Янукович приедет, однако «Оксюморон». Или... Ну, давайте что-нибудь. Если вопросов нет, я на себе позволю ещё. Ты не в СМИ читал или вообще хотя бы на форумах даже обсуждения? Ещё несколько стихов. Про бородавку, пожалуйста. Ну, например... Работает, я не спорю, но работает. А резонанс есть какое-то или вообще обсуждение? Совершенно. Смотрение, которое посвящено... Интернет-сообществу. А-… Именно с Темпер πάно.